МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Прорыв канализации в школе, пожар из-за проводки и звонок на полтора миллиона рублей. Почему продаете? По каким причинам? Ну, иначе просто этот магазин не существовал бы. Окупаемся только ночью. Магазины у дома продолжают спаивать улан-уденцев. Все у нас по графику идет. Не было финансирования. Сроки изменены. Успеют ли в срок? Когда же на самом деле закончится дорожный ремонт в Улан-Удэ? Приготовление молекулярной лапши с вкусом апельсина. От поваров до геологов в Улан-Удэ прошел форум профессий жить, учиться и работать в Бурятии. Полуденный выстрел прозвучал над Улан-Удэ. Год назад столица стала городом трудовой доблести. Достаточно интересно. Можно подключить к телефону, тоже очень удобно. Заниматься наукой со школьной скамьи. В Бурятии открыли 31 точку роста. Вы смотрите новости на АТВ в студии Мариам Восканян. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальной новости. Сегодня нашли тело дедушки Татьяны Нижельской. Напомним, 72-летний пенсионер пропал 4 сентября. Он уехал в лес и перестал выходить на связь. Целую неделю мужчину искали родные, жители села Саентуй, добровольцы отряда Лиза Алерт, МВД и МЧС. Они обследовали больше 2000 километров лесных дорог. По информации участников поиска, дедушку нашли под машиной. Тело мужчины найдено в лесном массиве села Верхний Саентуй, Трбогатайского района. Будет направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Телекомпания АТВ приносит свои соболезнования родным и близким Семена Хомякова. А вот другого мужчину спасателям удалось найти вовремя. Накануне он ушел в лес за грибами и потерялся. Сотрудники поисково-спасательной службы обследовали полтора километра лесного массива и обнаружили мужчину. В медицинской помощи он не нуждался. О других значимых событиях расскажем в рубрике «Главное за день». Начнем с ЧП. В одной из школ Иволгинского района прорвало канализацию. Стоки начали поступать в подвал столовой. Об этом сообщили в группе «Иволга.Инфо-24 на 7». В 8 утра поступил сигнал от заведующей столовой о том, что начали поступать канализационные стоки в подвал столовой. Из помещения немедленно убрали продукты. Была выявлена причина аварии. Выяснилось, что забита магистраль канализации, которая находится далеко за пределами школы. Засор устраняли в течение нескольких часов. Сейчас обстановка нормализована. В Бурятии ветхая проводка уничтожила дом. Пожар произошел накануне в Закаменском районе. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание. Менее чем за час в результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда. Пострадавших нет. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания ветхой электропроводки, которая не выдержала напряжения. В Бурятии мобилизованному мужчине удалось оспорить возвращение на СВО. Там он получил минно-взрывное ранение ноги. Несмотря на то, что конечность зажила с деформацией, мужчину хотели повторно отправить в зону СВО. Чтобы избежать этого, он обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Она, в свою очередь, обратилась в его войсковую часть и попросила рассмотреть вопрос о дополнительном медосмотре. По итогам военно-врачебной экспертизы принято решение о признании военнослужащего негодным для военной службы и увольнении. В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора Водоканала. Напомним, Дмитрий Скакалин обвиняется в превышении должностных полномочий. Его задержали в конце декабря прошлого года. Несколько месяцев руководитель Водоканала находился в СИЗО, а затем его выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как он согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием. Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они передали материалы в следственные органы СКР, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Улан-Удэнец продал машину и перевел деньги мошенникам. Мужчине позвонил лжесотрудник портала Госуслуг, сообщил о взломе личного кабинета, а также о том, что его автомобиль подлежит изъятию. Потерпевший тут же продал машину и перевел на якобы безопасный счет более полутора миллиона рублей. Лишь спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников. Полиция Бурятий предупреждает. Мошенники скажут все, что угодно, лишь бы ввести жертву в состоянии тревоги. Все беседы на тему финансовых средств по телефону с посторонними лицами необходимо прекратить. Если остались сомнения, обращайтесь за уточнением в официальное учреждение. Жители Торбогатайского района получат дополнительный выходной, чтобы выкопать картошку. Как минимум бюджетники по распоряжению исполняющего обязанности главы района предстоящую пятницу 13 сентября сделают нерабочей. Все из-за плохой погоды. Выходной дается не просто так, а ради конкретной цели. Для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах распоряжение уже вступило в силу. Место притяжения всех алкоголиков. Магазины у дома существуют только за счет торговли спиртным в ночное время. Большинство из них не выдерживает конкуренции с крупными продуктовыми сетями. Кирилл Мешков проехался по ночному Улан-Удэ в поисках нарушителей тишины. А вы почему там проходите-то? Вы какое имеете право? Иначе просто этот магазин не существовал бы. Видите камеру уже в конце концов? На часах уже 9 вечера. Это значит, что время выходить в рейд по магазинам, которые незаконно торгуют алкоголем. Мы уже не в первый раз снимаем такие сюжеты. Вы можете посмотреть их у нас на ютубе в отдельном плейлисте. А мы начинаем. Первая точка на девизке. По словам полицейских, этот магазин ловят уже не в первый раз. Заходим под прикрытием и без лишних вопросов покупаем запрещенку. Теперь заходим уже с полиции. Сценарий классический. Продавец уходит в подсобку и разговаривать с нами отказывается. Дальше в оправдание мы слышим банальное «я не посмотрела на время». Пока магазин был закрыт, в него каждую минуту ломились покупатели. Как только замечали полицейских, разворачивались и спешно уходили. Это вы сейчас что сравниваете? Серии, да? То есть если серии совпадают, то... То это завоз один. Штрафы за такое суровые для должностных лиц, то есть продавцов, до 40 тысяч, а для юридических самих магазинов до 300. Следующая точка неподалеку. Тоже девизка. Магазин «Аяганга» выглядит как неприступная крепость, в которую мы пробрались с телефоном вот в этом вот кармашке. На этот раз мы с оператором поменялись ролями и покупал уже я. И тут попадание. Снова возвращаемся с полицейскими. Тут продавец даже не стал отрицать вину, но с нами говорить отказался. Теперь полицейские ждут владельца к себе в гости со всеми документами. Это уже не первый инцидент. Часто вот так вот продаете? Девочки. Сынки. Какая ночь? М? Нефтицами разговаривайте. Нет. Следующая точка. В этот раз работает наш спецагент. Вообще вопросов не было никаких. Когда мы зашли с полицией, к нам вышел владелец этого магазина. По его словам, каждые праздники он попадался на торговле запрещенкой. Теперь подумывает и вовсе закрыться. Почему продаете? По каким причинам? Ну, иначе просто этот магазин не существовал бы. Большие сети загибают, маленькие. Маленькие магазины, получается, не выживут просто. Я этот бизнес купил, получается, за него заплатил деньги. И как мне сейчас аренду тоже отбивать и так далее. Просто дневная выручка, она себя просто нет. Сколько раз уже попадались? Каждый праздник. За повторные нарушения владельца магазинов светит не просто штраф, но и уголовная ответственность. В целом, как и в другие наши рейды, во всех магазинах, в которых мы побывали, нам без зазрения совести продали алкоголь на неположенное время. Ничего не меняется. Кирилл Мешков, Артур Завержевич, телекомпания ТВ. В сроках пишут одно, а на деле происходит совершенно другое. Именно так можно описать сезон дорожного ремонта в Улан-Удэ. В этом году должны были сделать 11 участков. Если верить официальному сайту нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», готов пока только один. Когда объекты сдадут и сделают ли это вовремя? Подробности далее. Даты вот этих открытий и закрытий пока нет. Нет, мы сейчас не будем ничего не говорить. До сентября работы у нас ведутся и все. Разметка появится в ночь с 6 на 7 сентября. Почему до этого не было? Она была, она просто стерлась. Особое внимание уделили проблеме с пробками. Работать будут и днем, и ночью, чтобы закончить к 31 августа. Сезон дорожного ремонта в Улан-Удэ подходит к концу. Вот только не все работы выполнили в срок и не все обещания сдержали. В этом году в Улан-Удэ должны отремонтировать 11 дорог. На это дали 600 миллионов рублей. Мы выехали на несколько участков, чтобы проверить, успевают ли дороги отремонтировать. Это улица Ключевская, и здесь должны сделать новенькую ливневку. Ну и, соответственно, отремонтировать саму дорогу. Но вместо того, чтобы бороться с водой, она почему-то вся в ней. Работы идут по нацпроекту. Должны завершить уже 1 октября 2024 года. На момент записи прошла уже почти половина сентября. И, как мы видим, работников здесь нет, никто ничего не делает. А сколько уже здесь находится эта яма в таком состоянии, я даже боюсь предположить. Видимо, давно, поскольку можно заметить, как ее размыло. Из-за этого асфальт сверху начал крошиться, падать туда вниз. А, собственно, в самом низу там образовался целый бассейн. Напомню, работы здесь проходят в несколько этапов. Этой весной перекрывали участок от улицы Дарханская до Фролова. По информации с официального сайта нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», полный ремонт участка должны завершить до 30 октября. Все у нас по графику идет. Сейчас работы по проколу производились. Буквально вчера вечером закончили. Дальше будут сейчас спаивать, готовить. Ну, еще недельку, наверное, закрыто будет. То есть потом асфальт положат и откроем дорожное движение. Иными словами, после 18 сентября должны положить асфальт и открыть дорогу. Мы обязательно проверим это обещание. Едем дальше. Еще одну дорогу делают в несколько этапов. Речь идет о проспекте «50-летие октября». Сейчас со сдачи объекта опаздывают. По официальной информации, все должно было быть готово уже к началу сентября. Объекты у нас двухкодичные, еще с 23-го года. То есть не было финансирования на ремонт трамвайных путей. В этом году городом было изыскано деньги на замену трамвайных рейсов. Поэтому сроки затянулись. Я думаю, что уже на следующей неделе асфальтировать будем. Ну и так же в конце октября все уже работы будут закончены. Еще один участок не сдали на переулке Карьерном. Там дорогу делают с начала весны. Летом внезапно выявили ошибку в проекте. И несколько месяцев рабочие почти не появлялись на объекте. Сроки изменены в той части, потому что была произведена корректировка проекта. Внесли изменения в части светофорного объекта. Там необходимо было новую систему внедрить. То есть была корректировка проекта и внесены изменения для установки нового оборудования. Еще в июне мы общались с подрядчиком этого объекта. Ответственный за него ответил, что проблем не будет. И все сделают вовремя. Сейчас ждем от заказчика новую трассировку, трассы и расположение парковок. И сразу будем проступать. Сроки-то все успеем, все нормально. В октябре тоже уже будет полноценно работать. По графику идет все. То есть все в рамках контракта. Мы продолжим следить за окончанием дорожного ремонта. Если вы заметили нарушения или задержки на том или ином участке, сообщите в нашу редакцию. Александр Зуев, Мунко Бадеев, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. Не мешают погодные условия? Не предвидится пока ничего? Ну, погодные условия как бы позволяют, пока делаем, не предвидится. Я думаю, что мы все успеем. Самое главное у нас асфальт. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Вот о чем мы расскажем во второй части выпуска. Приготовление молекулярной лапши с вкусом апельсина. От поваров до геологов в Улан-Удэ прошел форум профессий жить, учиться и работать в Бурятии. Полуденный выстрел прозвучал над Улан-Удэ. Год назад столица стала городом трудовой доблести. Достаточно интересно, просто можно подключить к телефону, тоже очень удобно. Заниматься наукой со школьной скамьи. В Бурятии открыли 31 точку роста. Акция «1 плюс 1 в Абсолюте». Купи две упаковки бус домашних по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Фрукты, которые радуют. В Абсолюте слива черная всего за 89 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. Жить, учиться и работать в Бурятии. Форум с таким названием прошел сегодня в Улан-Удэ. В нем приняли участие все вузы и СУЗы, а также организации работодателей республики. Под открытым небом они провели различные мастер-классы и лекции. Все для того, чтобы помочь молодежи определиться с будущей профессией. Подробнее расскажет Алина Котова. Будущие повара, парикмахеры, врачи. Все здесь. Свои палатки развернули высшие и средние учебные заведения Бурятии. Сегодня те, кто уже выбрал профессию, помогали определиться тем, кто еще в раздумьях. На форум съехались более 5000 школьников из 12 районов республики. Каждую специальность они на несколько минут могли примерить на себя. В данной презентации мы представляем у лежи полуфабрикатов и приготовление молекулярной лапши с вкусом апельсина. Мы добавляем туда только натуральные продукты, такие как апельсиновый сок, сахар, загуститель агар-агар. Все это варится в течение 2-3 минут и остыжается. Почему престижно быть медиком? Это не только престижно, это еще и интересно. Каждый же приходит в профессию с какой-то целью. Я пришла, мне хотелось помогать людям, быть полезным, быть нужным. Занимаемся мы вот такими вот цветочками сейчас. Даем мастер-класс. Мы портные. Мне в принципе понравилось шить в школе. Я думала, может дальше шить где-нибудь. Какие перспективы у портного в Улан-Удэ? Работать в ателье. Или свое ателье открыть. Или свое ателье открыть. Мы на геолога учимся. Смешиваем марганец с водой и раствор сахара с щелочью. Потом это все вот так вот смешиваем вместе. И по идее должно садофор получиться. Это для чего нужно? Красиво. Как говорят специалисты, многие выпускники школ и их родители попросту не знают, насколько большой выбор специальностей в Бурятии. Поэтому поступают в других регионах. Задача такого форума – показать все многообразие. Ребята, а вы будете Бурятию двигать вперед? Я хочу пожелать, чтобы специальность, работа, все то, чем вы будете заниматься, приносили вам радость. Вам радость о нашей большой стране развития. Не обязательно куда-то выезжать. У нас в республике практически все есть. От самолета, вертолета, строения и до пекарей. Наши учреждения являются победителями и призерами всех федеральных мероприятий. И вживую попробовать любую специальность. Я как министра здравоохранения приглашаю в наши медицинские колледжи. Вы сегодня видели, как у нас классно можно учиться и стать специалистом. Поэтому, дорогие земляки, мы вас ждем. Возможности широкие. Алина Котова, Мунко Бадеев, телекомпания АТВ. Улан-Удэ отпраздновал первый год в качестве города трудовой доблести. Почетное звание присвоил президент России 11 сентября 2023 года. Отметили годовщину громко. Над столицей прозвучал полуденный выстрел. Улан-Удэ празднует первый год в статусе города трудовой доблести. Только с локомотива вагоноремонтного завода в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 4,5 тысячи рабочих. 437 не вернулись домой. Когда началась война, не только человеческими ресурсами помогал фронту, но и мы выполняли спецзаказы на нашем предприятии. Это выпускали и минометы, и снаряды, и мины, и боеприпасы, и санитарные поезда для эвакуации раненых с фронта. Ремонт паровозов шел. Полуденный выстрел прозвучал в честь всех тех, кто ковал победу в тылу. Дал его директор завода. Наши предприятия работали день и ночь, круглосуточно, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. У станков стояли и женщины, и дети. И это огромный подвиг, который совершили наши жители. И он теперь увековечен. Мы, жители Улан-Удэ, мы гордимся тобой, наш Улан-Удэ. Город трудовой доблести. Игорь Шутенков отметил, работники предприятий Улан-Удэ сегодня повторяют подвиг предков. Также каждое предприятие, как и в 41-м году, оказывает помощь бойцам нашим на фронте. Более 60 городов удостоено этого звания. Этим надо гордиться. И гордиться нашим молодым воинам, нашим кадетам, курсантам. Гордиться этим днем. В период Великой Отечественной войны весь город стал, все заводы, все предприятия. Отдавали последствия. С праздником всем. Спасибо. Познать робототехнику, медицину и многое другое, не выходя из школы. Такая возможность появилась у учеников 31-й школы в Бурятии. Накануне там открыли точки роста. Что это такое и чему там учат детей, узнал Антон Симонов. Что такое точка роста? Если говорить простыми словами, это дополнительное образование. Но речь не про скучные занятия после уроков. Вот, например, сейчас мы узнали, что такое сила звука. Увеличение микроскопа от 40 до 1600 крат. Монокулярная насадка. Поэтому мы можем проводить фото и видео своих наблюдений, уводить их на широкие экраны. И это только малая часть того, что ученики на Василингинской СОЖ могут делать с новым оборудованием. У них открылась точка роста. Это прежде всего про возможность детям дополнительно заняться научными исследованиями, дополнительно губиться в предмет, какие-то реализовать свои проекты. Нам с гордостью учителя рассказывают, что школьники, которые обучаются в точках роста, в том числе и занимаются в точках роста, они успешно поступают в ведущие вузы страны. Прибор ЭКГ измеряет работу сердца. Данные показатели можно сохранить в ПДФ формате, отправить самолечащему врачу и узнать его мнение о состоянии Вашего сердца. Достаточно интересно, просто можно подключить к телефону, тоже очень удобно. Самое главное, дети довольные. И, конечно же, в этот день, особенный день для нашей школы, хочется пожелать своим коллегам насыщенных уроков, интересных исследований и экспериментов, так как эксперимент – это неотъемленная часть учебного процесса. Тут много различных датчиков. То есть при помощи этой цифровой лаборатории мы можем уже измерять показания, например, температуру воздуха. Оборудование, конечно же, очень современное, технологичное, что позволяет ученикам самостоятельно постигать, самостоятельно работать на данных цифровых лабораториях. Точки роста сейчас занимаются, конечно же, с 5 по 11 класс, потому что это лаборатория физики и химии-биологии. За один день в Бурятии появилась 31 точка роста, а всего за последние 4 года в республике их стало 330. Такие пространства открывают в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Антон Симонов, Мунко Бадеев, телекомпания АТВ. Подопечные Центра помощи детям «Малышок» накануне заехали в обновленное здание. Впервые за 50 лет там заменили все жизненно важные системы – от отопления до кровли. Ребята проживают в центре до тех пор, пока их не заберут родные или приемные родители – в среднем до полугода. Поэтому капитальный ремонт был необходимостью. Подробности у Алины Котовой. Малышок в прошлом был детдомом. Последние 9 лет работает как центр помощи детям. Они находятся здесь временно. Родители ребят по разным обстоятельствам ограничены в правах. Задача специалистов – вернуть подопечных именно к родным – мамам и папам. Но если родители не исправляются, подбирают приемную семью. На сегодня в центре находятся 20 детей. Как вы здесь вообще проводите время? Чем занимаетесь? Мы по вечерам, к нам приходит Аня, и мы учим танцы. А днем? А днем просто на улицу ходим, бегаем, прыгаем. Скажи, пожалуйста, как тебе новое здание, яркое, красное? Красное – супер. Думаю, что это не наш центр. В этом году в центре провели капитальный ремонт. Он коснулся прежде всего всех инженерных систем здания, которые износились за 50 лет. Были выполнены работы по утеплению и облицовке фасада, капитального ремонта крыши, восстановлению и демонтаж-монтаж вентиляционных систем, капитальный ремонт системы отопления. Также здесь заменили все двери. Раньше они были гораздо уже и не соответствовали нормам пожарной безопасности. Все работы удалось завершить за пять месяцев. Когда начало ремонта было, мы 30 детей отправили в реабилитационный центр. И за тот период ремонта работа не прекращалась, скажем, устройство. И 10 наших ребятишек уже сейчас живут в семьях. К большому сожалению, одна часть корпуса тепло уходило через кровлю. На сегодняшний день эта проблема решена. У нас в отрасли ежегодно проводятся капитальные ремонтные работы в подвесных учреждениях. В том числе это происходит благодаря единым дневосточным субсидиям. В дальнейшем планируется строительство нового корпуса в доме-интернате для детей и инвалидов «Журавушка». Капремонт в «Малышке» обошелся в 59,5 миллионов рублей. Подобный ремонт в этом году провели также в республиканском центре для реабилитации несовершеннолетних в микрорайоне Шишковка. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Ну а вы не переключайтесь. Впереди еще два интересных и полезных сюжета. Напомню, мы есть во всех соцсетях. Ищите нас по QR-кодам на экране. С вами была Мария Амбасканян. До скорых встреч в эфире. Отдых и забота о себе – очень важная часть жизни в современном мире. Чтобы осенняя хандра не застала врасплох, предлагаю сегодня побывать на райском острове, прямо в центре Улан-Удэ. Да, вы не ослышались. Сейчас все покажу. Роял Тай – одна из крупнейших федеральных сетей салонов тайского массажа и спа. Она появилась в 2007 году и покорила сердца многих россиян. Филиалы есть по всей стране – в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, а теперь и в Улан-Удэ. Меню в салоне очень разнообразное – от традиционного тайского массажа до полноценных спа-программ. Каждую услугу выполняют мастера из Таиланда и Индонезии, учитывая индивидуальные предпочтения гостей. Очень приятно. И каждый раз думаю, боже, откуда столько силы в руках мастеров. Потому что такая хрупкая девушка-мастер, но очень-очень сильно, очень хорошо проминает. На самом деле очень классные ощущения. Я всем рекомендую хотя бы раз сходить и попробовать. А лучше не раз, а делать это регулярно. И всем я рекомендую хотя бы раз в неделю приходить в Роял-Тай. Работают действительно профессионалы. И сразу вас порадую. Скидка 35% ждет вас на программы от 60 минут. Если вы запомните наш промокод. Звучит он как АТВ. Проникнитесь атмосферой Таиланда и отдохните с максимальной пользой для здоровья в Роял-Тай. Сегодня, пожалуй, сложно найти человека, который никогда не имел кредитов. И если одним удалось вылезти из долговой ямы, другие чаще прибегают к процедуре банкротства физлиц. В Улан-Удэ ее помогают оформить в юридической компании «Свобода». Вместе с ними постараемся развеять все мифы. После процедуры банкротства вы сможете оформлять новые кредиты. Но при оформлении новых кредитов нужно уведомлять кредиторов о том, что вы прошли процедуру банкротства. И эта обязанность на вас лежит в чтении 5 лет. На самом деле это миф. По своим долгам и обязательствам отвечаете вы сами. Это очередной миф. Банкрот может выехать за границу. При процедуре банкротства сохраняется единственное жилье. Также при процедуре банкротства можно сохранить автомобиль, если он является средством передвижения для инвалидов. При процедуре банкротства списываются не только кредиты, но и долги по ЖКХ и налоги. Кстати, чтобы стать банкротом, не обязательно быть безработным. У вас может быть официальный доход, но он не должен превышать суммы прожиточного минимума. Еще один миф – это то, что банкрот лишится всех социальных выборов. Ни один орган на самом деле не имеет накладывать какие-то ограничения. Более того, в большинстве случаев после банкротства люди получают новый шанс начать все с чистого листа. Как это случилось у пенсионерки Должинжаб Тунжиновой. До оформления процедуры банкротства у нее долгие годы списывали половину пенсии. В общем, где-то 7-8 оставалось. И это никуда не хватало. Жить-то на что-то надо. И вот решила обратиться в компанию «Свобода». С момента подачи заявления и до получения статуса банкрот прошло около полугода. Конечно, на душе уже спокойно. Получаю полную пенсию теперь. Могу улыбаться ходить. Юридическая компания «Свобода» на рынке Бурятии с 2016 года. За это время более тысячи клиентов успешно прошли процедуру банкротства. В последние годы тема банкротства физических лиц приобрела особую актуальность в нашей стране. С увеличением долговой нагрузки и экономической нестабильностью все больше граждан сталкиваются с проблемой неплатежеспособности. Списание долгов по федеральному закону 127 позволяет торжникам начать новую жизнь с чистого листа. Если и вы хотите вылезти из своей долговой ямы, звоните по номеру на экране. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи колбасу фермерскую и получи вторую в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Фрукты, которые радуют. Виноград зеленый всего за 99 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР. Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, слесарей по сборке металлоконструкций, маляров, сварщиков ручной сварки. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505-105. Улан-Удэ Стальмост. Без нас не строятся мосты.